Рада видеть вас в этот вечер. Сегодня у нас тема большая про половой отбор и про то, как его сложно изучать палеонтологам. Но сначала давайте обозначим какие-то общие термины. И вот вам вопрос. Иногда бывает такое, что особи внутри одного вида различаются. Что такое половой деморфизм? Кто может привести примеры из животного мира? Павлины, да, когда у нас самка покровительственной окраски, а у самца шикарные перья. Мужчина и женщина. У нас с вами половой деморфизм все-таки не так сильно выражен, но он есть. Например, можете привести пример признака, который возник в результате полового отбора? Возможно, борода, да. Плюс у нас мужчины в среднем по популяции чуть крупнее. Но мы сегодня с вами не будем фокусироваться на человеке. Мы с вами будем фокусироваться на закономерностях, на примерах из животного мира и на том, как изучать поископаемым это все. И как же вы думаете, кто первый начал об этом думать и пытаться это описать? Половой отбор и половой деморфизм. Конечно, Дарвин, да. Дарвин в своих работах ранних писал, что перья хвоста павлина, они просто от них его бросают в дрожь и в ужас, потому что это кошмар какой-то. Дарвин в своей книжке «Происхождение видов» описал концепцию естественного отбора, которая объясняет, почему все животные так хорошо приспособлены к какой-то конкретной среде обитания своей. Но в эту концепцию естественного отбора, вот этой идеальной приспособленности к своим конкретным условиям, не очень-то вписывался тот же самый вот эти перья павлина. И он говорил, как же так, если этот признак есть только у самцов, если он такой важный, почему его нет у самок, в общем, это его повергало, вызывало страдания у бедного Чарльза Дарвина. И в своем другом труде про «Происхождение человека», этот труд так и называется, «Происхождение человека и половой отбор», он описал множество примеров, в особенности его впечатляли райские птицы, у которых половой деморфизм может быть очень сильно развит, у самцов там могут быть брачные песни, брачные танцы, различные перья на хвосте, на крыльях, хохолки красивые. И он писал, что не может быть такое, что вот эти признаки возникли, что они не нужны, что они возникли просто так, что самец райской птицы просто так устраивает, столько усилий вкладывает в то, чтобы перед самкой спеть песню или станцевать какой-то брачный танец. И он описывает то, что эти признаки, которые вроде бы неадаптивные на первый взгляд, они дают преимущество при выборе партнера. Вот это и есть у нас половой отбор. И таких примеров масса не только среди птиц, среди насекомых очень многие отличаются. Ну вот вспомните, там жука-носорога, у которых у самцов есть рог, среди млекопитающих, там у каких-то, может быть, приматов есть красивые усы, борода, как у нас с вами. Ну и, конечно, теория полового отбора, она не пользовалась популярностью в викторианской Англии, потому что в то время это была довольно крамольная такая идея, что самки выбирают. То есть как это так? Обычно же в человеческом обществе того времени было принято, что он как бы джентльмен, всё решают вообще-то. А здесь получается, что последнее слово как бы за женщиной. Ну, опять-таки, это всё идёт такое вот очень сильное человечивание дарвиновских идей, но его идеи так и притягивали за уши к человеческому обществу, ничего здесь не поделать. И Дарвин, к сожалению, ну, даже не к сожалению, это просто такой исторический факт. Очень много, после того, как его книги выходили, очень много, бурную реакцию это вызывало у общественности. Дискуссии, в том числе со всякими религиозными деятелями и общественными. Но сам Дарвин в этих дискуссиях не участвовал. Вот, он был домоседом, очень таким спокойным человеком, но вот такие карикатуры сыпались, как из рога изобилия, на Дарвина. И я не могу не воспользоваться случаем, я сейчас читаю книжку очень интересную, называется «Мёртвый лев», там это посмертная биография Дарвина. Вот, там вот есть как раз про то, как общественность воспринимала его идеи. Так вот, почему у нас возникает половой деморфизм? Почему особи разных полов различаются? Вот эти различия, они начинаются с самого мельчайшего уровня, начиная с дисбаланса половых клеток. Потому что, если мы посмотрим на половые клетки самки, это яйцеклетка, в которую организм вкладывает много ресурсов. Она богата питательными веществами какими-то, их меньше, ну вот именно количество, они по размеру больше. А у самцов половые клетки, они, как правило, мелкие, их очень много, и то есть ресурсов требуют меньше. И поэтому возникает такой вот конфликт полов. И иногда, ну то есть, разные самки и самцы разное количество ресурсов вкладывают в потомство. Потому что вот это, начиная с половых клеток, дисбаланс, но при этом чаще всего самки именно тратят свои ресурсы на то, чтобы отложить икру, отложить яйца, выносить потомство. Если пойти дальше, многие виды животных, они не только вынашивают потомство, но и выкармливают его, и потом выращивают до какого-то определенного возраста. Поэтому как бы вклад самок непосильный. Вот, у самцов он значительно меньше. И здесь мы видим такую закономерность, то, что тот пол, который больше вкладывает ресурсов в потомство, он и выбирает партнера себе. И поэтому различные структуры, украшения, песни и пляски, они возникают у того пола, который, ну вот, в общем, которого выбирают. И иногда в результате вот этого конфликта полов возникают страшные примеры, когда появляется признак, который выгодный для самца, но вредный для вида. Вот подумайте, можете привести такой пример? Что делают самцы? Жук плыву нет, что он делает? Ну там, как бы, они спариваются, и смысл в том, что самец подает в самку, но он может ее случайно удалить. Вот, да, там... Совершенно верно. Самцы не соски, а самки жесткие ребра на накрыле, чтобы самец... И это получается такая, знаете, гонка вооружений. То есть самцу, ему важно спариться с как можно большим количеством партнеров. А самке неважно, ну, как бы, количество партнера, ей важно выбрать одного с самыми хорошими генами. И вот с жуками-половунцами очень хороший пример, потому что там действительно бывают такие, знаете, насильственные спаривания, когда жук очень долго держит самку под водой, и она может утонуть. Еще один пример таких вот признаков, которые возникли из-за такой вот гонки вооружений разных полов, это, например, инфантицид у львов. Вот, когда лев приходит в новый прайд, новый вожак, он львят от старого вожака душит. Вот, это очень пагубно для вида, казалось бы, потому что, ну, как бы, ресурсы уже в это потомство самка вложила. Но при этом для самца невыгодно растить чужих детей, и поэтому возникает инфантицид, причем он возникает у некоторых птиц, у бегемотов, по-моему, он есть. Ну, также вот насильственные спаривания возникают из-за конфликта полов, так что случаи бывают разные. И чтобы оценить, ну, вот этот дисбаланс вкладов потомства, давайте на примере человека рассмотрим, как вы думаете, какой рекорд это рождение у женщин? 69, да, вы знали, действительно зафиксированный в книге рекордов Гиннеса, но там этот пример, он тоже очень интересный, потому что там есть сомнения по поводу того, что столько детей было. Это, значит, с вами соотечественница, причем ее очень интересно называют, что она вот жена крестьянина. И, видимо, она была склонна к многоплодной беременности, и у нее появлялись на свет двойни, тройни, то есть сразу по несколько детей за один раз. Вот у женщины рекорд 69 детей, ну, если мы возьмем официально зарегистрированный. А у мужчины более 700 детей рекорд. Вот это император Марокко, ну, понятно, у них там, у него там был гарем, и поэтому он император, он мог еще позволить себе столько детей. Но видите разницу вклада, сколько детей может быть у женщины, сколько у мужчины. Вот. И половой деморфизм, он вообще бывает очень-очень разный. Это все очень видоспецифично. Особи разных полов могут различаться по размеру. Ну, когда самка там крупнее или самец крупнее, кто-то мельче. Может быть такое, что какие-то признаки есть у самцов, ну, какой-нибудь хохолок, например, или рога у лося, а у самок нету. Могут отличаться по окраске. И они могут одинаково выглядеть, особи одного разных полов, но при этом может быть разное поведение. Кто-то поет, кто-то не поет. Вот. И есть такие интересные примеры, когда происходит инверсия ролей. Когда у нас, наоборот, украшения развиваются у самок. Такие примеры редки, но они все равно бывают. И в животном мире есть вот рыбки. Морские коньки, там самки яркая краска, вот они там желтенькие на картинке. И морские иглы. Там у самок красивый плавничок на спине. Здесь почему же самки украшены и почему они борются за самца? А потому что у самцов, этих рыбок, есть такая специальная сумка, в которую самка, ну, когда у них брачный сезон, она подплывает, откладывает туда икру, и самец эти икринки вынашивает под своей защитой. Вот. Ну, то есть, видите, вклад тут непомерно велик у самцов. Поэтому здесь самки прикладывают все усилия, чтобы их выбрали. Бывают такие примеры, когда у нас есть украшения и у тех, и у других. Это может свидетельствовать о том, что это моногамные пары. Это животные, которые образуют какие-то вот длительные союзы. Ну, вот, например, венциносный журавль. У них там очень красивый ритуал ухаживания. У них и у самок, и у самцов есть красивые вот эти вот, ну, собственно, венчики из перьев. И они танцуют друг перед другом. И вот, например, олуши, птички такие с голубыми лапками, они тоже, прежде чем выбрать себе спутника жизни, они подходят друг к другу и танцуют, поднимая лапы. Вот. Брачный танец – это такой сигнал, то есть это значит, что, ну, там нету никаких паразитов, никаких болезней. Если движение красивое и симметричное, то это как бы хороший партнер. И здесь у нас оба пола выбирают, потому что у них одинаково велик вклад в потомство. Вот у птиц такое часто бывает, когда они вместе высиживают яйца и потом выкармливают детей. Ну, то есть там они друг друга подменяют, и такая стратегия большого вклада в потомство, она вот здесь выбирает оба пола. Есть пример моногамии, когда половой деморфизм не так ярко выражен. То есть половой деморфизм не у всех видов есть. Есть виды, которые образуют пары. Кто-то на всю жизнь, как, например, ну, вот есть такие примеры, как лебедь. Наверняка слышали, что там вот бывает, что два лебедя, и там лебедушка умерла, и вот самец тоскует по ней, и умирает в одиночестве и грусти. Такое бывает. А есть животные, которые формируют пары, ну, например, там на один брачный сезон. Вот они встретились, выкормили потомство, вырастили и разошлись. То есть ситуации разные. Вот как, например, вот у этих животных. Но важно, что моногамия не у всех. А вот вам вопрос на засыпку. Здесь есть животные, ну, вот, например, здесь утки-кряковы и птичка-расписной малюр. Они формируют моногамные пары, но при этом всё равно сохраняются украшения у самцов. И как вы думаете, что это значит? Может быть, у них измены распространены? У них распространены измены, совершенно верно. И вот у уток-кряков, которые хорошо всем горожанам знакомы, потому что их любят кормить хлебом. Чего делать нельзя, не кормите кряков хлебом, это вредно. У них самцы с украшенным оперением. Так вот, они формируют моногамные пары, но при этом самцы ходят налево. Они практикуют насильственное спаривание с самками из других пар, когда их, условно назовём их мужья, отвернутся. Так что могут быть и такие варианты. Иногда половой отбор доводит до таких вот крайностей, когда у нас самки и самцы очень-очень сильно отличаются. Настолько, что, ну вот, например, как у этих осьминогов. Это осьминог-оргонавт. Это головоногие моллюски. И самки там примерно в длину сантиметров 30, они с маленькой раковинкой, такой сантиметров 10. А самцы у них карликовые. Они в несколько раз меньше самки. Вот видите, там реальный размер самца, вот маленький-маленький, с левой изображён. Когда описали этот вид, сначала описали только самок. Вот. Значит, у головоногих есть специальная щупальца для спаривания, которая отрывается даже иногда. И такой щупальца находили у самок и описывали его как паразит. Вот. И сильно позднее описали отдельно самцов. То есть, видите, настолько они разные бывают. И ещё один такой пример крайнего проявления полового деморфизма – это знаменитые рыбоудильщики, которые такого вот угрожающего вида. Живут на Абиссале на глубине несколько километров. И вот там самки, они вот такие крупные, с какими-то выростами. А самцы у них карликовые. Вот. И некоторые самцы, когда встречаются с самкой, они вот прям прицепляются к ней и проводят с ней всю жизнь. Такая вот любовь навеки. И как думаете, почему? Почему бы ему не уплыть и... Что? Ну, нет, может, он без неё бы и выживет. Насколько я слышал, как раз он считается за счёт кровеносной системы самки. То есть, они настолько сильно связаны, что вот если он к ней прицепился, он без неё уже не может. Но тут ещё загвоздка в том, что они живут на Абиссале. Абиссале, она чрезвычайно огромна. И если ты встретил самку, то ты второй раз можешь её не встретить. Поэтому здесь самая выгодная стратегия оказывается намертво так сцепиться и всю жизнь, пока смерть не разлучит вас, как говорится. И виды полового деморфизма, они есть два принципиально разных. И возникают два принципиально разных вида всяких адаптаций. Бывает прямое соперничество. И тогда у нас, например, когда у нас битвы между самцами, когда у нас конкурируют, ну, чаще всего, самцы, а самка активного участия в этом не принимает, она сидит и смотрит. Такое вот прямое соперничество, оно есть, например, у морских слонов. Там самец почти в полтора раза крупнее, чем самка. И у них там гаремная система, у них там, то есть, целое такое лежбище этих морских слонов. И самый крупный такой самец-патриарх, он как бы там всем заправляет. И вот они устраивают кровопролитные такие бои. И самый сильный, в общем, становится главой гарема. Или примеры такого прямого соперничества – это битвы у оленей. Потому что, ну, вот, то есть, самка стоит и смотрит. Олени, самцы между собой отношения выясняют. Они там никого не убивают. Ну, это такой благородный турнир. И дальше самка выбирает того, кто победил. Хотя вот у морских слонов турниры довольно кровавые. И бывает такой тип полового деморфизма, когда самец демонстрирует свое превосходство. Я самый красивый. Ну, и вот этот сигнал «я самый красивый» – это значит, что у меня самые хорошие гены. То есть, это сигнал для самок. И тогда у нас в результате, то есть, в результате вот этого типа у нас возникает, ну, оружие какое-то. А здесь у нас возникают украшения. И особенно разнообразные украшения, ну, вот у тех самых хоряких птиц, которые впечатлили Чарльза Дарвина. Вот видите, там внизу самец черного цвета. У них там есть специальный ритуал у этих птичек. Он складывает крылья и прыгает вокруг самочки. И там вот у него очень интересный узор, похожий на мордашку. Значит, украшения из перьев бывают. Бывает очень у самцов яркая, привлекательная окраска. Это пауки-скакунчики. И здесь очень интересный пример полового деморфизма. Самка вот, она сидит там серенькая такая. У нее покровительственная окраска, она очень такая, знаете, маскировочная. Самец этого паука, называется он паук-павлин. Он подходит к самке, и вот у него такой вот тоже брачный танец. Он поднимает свое брюшко, демонстрирует красивую окраску и поднимает конечности в разные стороны, там, с определенным ритмом. Самка смотрит. Если ей понравится этот танец, вот мне очень нравится вот этот мел, то она, как бы, они будут партнерами. Если танец не понравится, она ее съест. Ну, потому что она крупнее его, она может себе это позволить. И это не из чистой такой кровожадности, что самки такие злобные. То же самое делают, например, самки богомола, которые самцам откусывают голову и потом поедают его. Это выгодная стратегия, потому что, как бы, самец не больше вкладывает в потомство уже, потому что он может послужить пищей, самка наестся, ей потом еще детей, ну, как бы, яйца вынашивать и яйца откладывать. Так что вот иногда у чернистоногих можно с романтического ужина, ну, со свидания попасть на романтический ужин, где главное блюдо ты сам. Бывает так. Бывают очень необычные демонстрации превосходства. Это ритуалы у птичек, которые называются шалашники. Они делают такое специальное сооружение, ну, шалашик из веточек. Самка сидит и смотрит, она оценивает разные шалаши. Вот самцы, они, причем у каждого вида специфичные украшения шалашей. То есть этот шалаш должен быть не просто, ну, прочным, ровным, красивым, а если вот он еще как-то украшен по-особенному, то это вот вообще даст ему, ну, какое-то преимущество. Некоторые украшают крышечками, некоторые украшают ракушечками. Эти самцы друг с другом, то есть там прям такая, знаете, целая улочка с этими шалашами, и самка на них смотрит, выбирает самый красивый. А самцы, они этот шалаш строят, потом они его, значит, строжат, друг у друга подворовывают, ну, какие-то красивые детальки, которыми можно украсить вот эту постройку. Более того, очень интересно то, что шалашники научились строить эти шалаши не просто так ровно, а с перспективой. Тот же самый принцип используют в готических соборах, когда вот, то есть от маленьких таких вот диаметров к большим, то есть это создает впечатление, что вот когда самка прохаживается вокруг них, что шалаш больше, то есть он как бы туда, когда смотришь на него, он как будто вдаль вот так вот уходит, как будто он огромный там, как готический собор. Так что, причем, этот шалаш, он не несет никакой функциональной нагрузки, это не гнездо, то есть там просто происходит их встреча, и все, дальше самка улетает, ну, и как обычно там, как и все птицы, в гнезде выращивают свое потомство. То есть, так что вот есть такие причудливые ритуалы для того, чтобы показать, что ты лучший. У некоторых чернистоногих есть практика дарить подарки. Это встречается у некоторых насекомых и у некоторых пауков, когда самец приходит к самке не с пустыми руками, а он, например, ловит какое-нибудь насекомое, запечатывает его в паутинку, преподносит самке, и пока она его распечатывает, самец может произойти оплодотворение, и он может сбежать, и у него получается шанс на встречу с еще одной какой-то самкой. Некоторые самцы идут на хитрости, они запаковывают вот в эту паутинку свои экскременты или какой-нибудь камушек. Ну, как бы в этой стратегии тоже есть доля здравого смысла, потому что, возможно, пока самка будет этот подарок распечатывать, самец успеет сбежать за это время. Ну, это, знаете, такое на авось, вдруг повезет. Ну, может, и не повезет. Это мне очень нравится, как Александр Владимирович Марков называет это подарки символические. То есть съесть муху – это вклад в потомство, между прочим, угостить там, чтобы потом яйца еще вынашивать, паучихи. А это вот бывают обманщики. Интересно то, что вот эти все изощрения полового отбора, перья пышные, яркая краска, многие, например, поют, как лягушки. Наверняка слышали в начале весны где-нибудь, не знаю, на природе, как начинают заливаться песню различные лягушки из водоемов или птицы поют. Они становятся заметнее для самок, это как бы понятно. Но при этом было исследование, что, например, поющие лягушки, они становятся более заметны для кровососущих насекомых. То есть самец страдает, но ему приходится петь. Он может замолчать, куда-то спрятаться и там себя сберечь, но тогда он не оставит потомства. И также вот такие громко кричащие животные, они становятся заметнее для хищников. Поэтому тут, как бы видите, такой очень сложный компромисс. В результате полового отбора могут возникать разные украшения, точнее, похожие украшения в разных группах. Ну вот там какие-нибудь на голове выросты кисточки, усы. Усы бывают у приматов, у многих, например, у рыб бывают усы. Ну вот какие-то такие хохолки, ракезы и так далее в разных группах. А что же с ископаемыми? Вот у нас есть живой мир, мы его можем изучать, там все понятно, мы можем определить пол без проблем. А как же определить пол по костям? Когда мы, будучи палеонтологами, с костями работаем, если мы находим два разных черепа, один с рогами, другой без, может быть такое, что мы опишем их как разные виды. Такое бывало в летописи. И вот пример, когда была эта ошибка, эта птица, которую Ричард Оу написывал, они очень отличаются по размерам, птица муа. И описали, что это разные все виды. А оказалось, потом пришли молекулярщики, палеогенетики, посмотрели и сказали, это все один вид, просто одни у нас самки, другие самцы, и они отличаются в зависимости от того, в какой географической точке они живут. Так что есть сложность по внешнему виду, особенно только по костям, не всегда можно определить пол. Это очень сложно. Плюс есть полностью вымершие группы. Ну вот, например, когда мы изучаем, не знаю, каких-нибудь древних раков и раков, которые оставили современных родственников, мы можем их сопоставлять. А если у нас группа, которая полностью вымерла, ну, например, трилобиты. Вот здесь очень сложно искать аналогии, потому что они потомков не оставили. Но у нас при этом есть ключик. У нас есть какие-то похожие структуры, но вот здесь, например, на фотографии трилобит, у которого на стебельках находятся глазки. И тут могут быть разные объяснения, что это за признак, как он возник. Может быть, они были ему нужны чисто по каким-то экологическим причинам, там, может, он зарывался в грунт, и глазки торчали. А может быть, эти глазки использовались, ну, вот там, не знаю, как украшение. И мы видим такие глазки на стебельках у современных членистоногих. И вот справа сверху там стебельчатоглазая муха. И вот мы знаем то, что у них у самцов глаза на таких длинных стебельках, и это как раз признак, который возник в результате полового отбора. Так что все-таки кое-какие ключики у нас есть к восстановлению истории. Как нам определить... Ну, вот, если у нас очень большая выборка каких-то ископаемых, если мы нашли просто два черепа, один с рогами, другой без, то два разных вида опишем, и будем очень долго с этим мучиться. А если мы нашли 20 экземпляров какого-то животного, а если мы нашли 100, мы можем их сравнивать и выявлять внутривидовую изменчивость. Так сделали, например, с панцирными рыбами. И там есть... Это рыбы, которые были разнообразны в полиозойскую эру, в Дивонском периоде. И они есть разные. Одни вот с такими отросточками, как на фотографии слева внизу, а другие просто с двумя пластиночками. И описали то, что, видимо, это половой деморфизм. Вот в таких ситуациях нам проще определить пол. И самая-самая идеальная ситуация, это, конечно, когда у нас находится пара сразу вдвоём вместе животных. И вот эти вот панцирные рыбы, они были найдены как раз-таки. Это вот самка и самец вместе. И мы теперь можем сказать, что да, вот эти вот длинные выросты, такие вот из пластин плавники, это действительно признак самцов. Очень интересно. Это вот пара черепах, которая была погребена во время спаривания. Черепахи современные тоже, когда спариваются, они какое-то время находятся вместе. Так и эти черепахи, они погибли, их засыпало осадком, и поэтому в летописи мы можем точно сказать, кто из них самка, кто из них самец. Вот это пример очень красивой работы, когда, вот, и оцените литературность названия этой научной статьи Forever Love. Вот, они навеки влюблённые вдвоём. Это, значит, две цикадки, которые погибли во время спаривания. И здесь мы точно можем вот, ну, восстановить процесс, как вот, да. А вот можно назад на слайд? С рыбами? С черепахами. С черепахами. Почему, например, меньший, а самка больше? Оно не наоборот. Ну, я сейчас не скажу, видимо, потому что по-современному так. А мы с современными, я так полагаю? Ну да. А, ну. Да. Так. И вот, конечно, нас интересуют динозавры, что же там с ними, находятся ли они вот в таких каких-то любовных отношениях в летописи. И есть пара динозавров, которая найдена в Кемеровской области на знаменитом местонахождении. Это такое кладбище динозавров, самое большое в России, в Шостаково. Там два пситокозавра, просто два скелета найдены вместе. Вот они прям совсем рядышком, видимо, они рядышком вместе жили, вместе погибли. И когда эта находка стала известна, конечно, местные газетчики очень обрадовались, нарекли их Ромео и Джульетта, и, в общем, там была красивая история, но нет. Мы не можем сказать, кто из них был самкой, кто был самцом. В общем, любовная была эта пара или нет, мы не знаем. Возможно, это просто пара динозавров, которые оказались в неподходящее время, в неподходящем месте, и вместе погибли. Так что здесь, вот по таким находкам, мы не можем сказать, что они были парой. Ну, это надо смотреть, потому что у них и деморфизм может быть. С ДНК динозавров проблемы, она не сохраняется на таких промежутках времени, поэтому молекуляршки тут нам, к сожалению, не помогут. Вот с птицей Муа они нам помогли, а с динозаврами они нам не помогут никак. Ну, в общем, пока что вот эта пара динозавров Шестакова остается такой вот парой нелюбовной. Так, это пропустим. Как определять пол животного по костям? Это прям единичные находки, их очень мало. Динозавры, их ближайшие родственники современные, это птицы. Птицы, когда откладывают яйца самки, им нужно где-то копить кальций. Потому что, ну, представляете, сколько в организме самки, если бы это все бралось просто из костей, то кости бы хруппировались, и просто развалились. Поэтому самка заблаговременно начинает накапливать, накапливать, накапливать все в косточках кальций для скорлупы. И тогда образуется, вот видите, там внизу косточка, значит, такая с плотным веществом внутри. Это называется медулярная кость или медулярная ткань. И если посмотреть вот структуру косточки внутри, и мы увидим, что, то есть, в норме она должна быть пористая, легкая. То есть, если мы находим кость просто обычную, пористую, легкую, мы никогда не можем сказать, самка это или самец. А если мы находим косточку с вот этой медулярной тканью, мы можем сто процентов сказать, что это была самка, либо которая скоро отложит яйца, либо которая отложила совсем-совсем их недавно. И есть, вот, вот так вот выглядит это в ископаемом виде. это кость тираннозавра, и видите, она там вот внутри такая вот заполненная, ну, в общем, плотным веществом заполнена. Это вот медулярная кость. И в публикации очень красивую картинку нарисовали беременный тираннозавр. Вот вам, пожалуйста. Вот. И примеры такой медулярной кости известны для нескольких, ну, для разных динозавров, но не для всех. То есть, в каких-то исключительных случаях мы можем сказать, что вот это была точно самка. Что же касается некоторых находок, мы привыкли, то что, ну, вот, высиживают яйца, обычно самки, хотя мы видим, что у птиц могут заботиться о потомстве и самки, и самцы. Есть находки динозавров на окладках яиц, и вот этот динозавр, который называют Читти Пати, и дали ему имя, собственно, Биг Мама, Большая Мама, потому что она погибла, ну, и защищала свои яйца. Вот. Причем с этими динозаврами эта группа динозавров называются оверапторы. С ними очень несправедливая историческая, в общем, историческая несправедливость произошла, потому что овераптор в переводе с латыни переводится яйцекрат. Сначала находили этих оверапторов рядом с кладками яиц и предположили, что, ну, у них такой вид довольно грозный, с клювом, что вот эти оверапторы, они были расхитителями гнезд. Но это оказалось неправдой, мы это установили, что это были не чужие гнезда, они не были расхитителями гнезд, они были, наоборот, заботливыми родителями. Вот. Вот такие вот находки динозавров на кладках яиц позволяют нам это сказать. Как нам, значит, что касается заботы о потомстве, кто же заботился? Яйца у динозавров в гнезде бывают очень по-разному уложены. Бывают, когда они беспорядочно просто в кучу свалены, бывают, что они красиво так вот по две штучки лежат. В общем, структура гнезда разная, она нам свидетельствует о том, что у них было совершенно разное поведение гнездовое. Вот. И смотрите, какой оригинальный ход мысли. Ученые проанализировали современные кладки яиц, ну, птичек, которые заботятся о потомстве, там, морских черепах, там, крокодилов, и сравнили ховерапторов. У них кладочка яиц такая была очень упорядоченная, чтобы удобнее на них было сидеть. То есть, вот видите, там внизу на картинке показано, что яйца вот так вот вокруг лежат. И обычно у современных животных встречается, вот если у них вот именно таким образом разложены яйца в гнезде, то такие гнезда высиживают и самки, и самцы. И поэтому ученые высказывают очень смелую гипотезу, что, возможно, у этих ховерапторов была забота о потомстве как материнская, так и отцовская. То есть, у них там и самки, и самцы могли высиживать яйца. И даже там есть смелая гипотеза, что, возможно, только самцы вообще заботились. Ну, ждем, следим за развитием событий. Есть очень интересная книжка для тех, кто интересуется, посвящена полностью яйцам динозавров, гнездам динозавров. Вот она на слайде. Динозавры и загадки гнездовой жизни. Очень хорошая, советую. Теперь давайте подумаем, что еще мы можем про брачное поведение сказать только по одним костям. Кости сохраняют травмы животного. Травмы животного могут нам сказать, например, агрессивный образ жизни был у этого животного или нет. И у многих терапод крупных, крупные тераподы это ветвь динозавров, к которым относится, например, знаменитый тираннозавр рекс. И вот у них встречается очень много повреждений в передней половине тела. Есть целая отдельная наука, называется палеопатология. Она позволяет изучить, от чего чаще страдали вымершие животные. Так вот, тераподы, видимо, по характеру травм на своем теле, были очень агрессивными. Возможно, они были крупными хищниками некоторые. Мы сейчас знаем, что современные крупные хищники, они вообще-то территориальное у них поведение. То есть, ну там, не знаю, каких-нибудь тигров. Представьте себе в тайге, он за своим уделом следит и агрессивно себя ведет, когда чужие тигры приходят. Возможно, у крупных терапод было то же самое. И вот вам примеры таких покалеченных терапод. То есть, вот эти травмы в передней половине тела, скорее всего, были нанесены сородичами, какими-то конкурентами. Потому что если их жертва на них нападала, отбивалась, то там были бы более беспорядочные травмы, где-нибудь там хвост был покалеченный, там, я не знаю, ребра. А тут вот именно скопление в передней половине. Хотя, конечно, и в задней половине тела тоже находятся травмы. Ну вот по характеру травм. И вот есть пример такого очень травмированного динозавра, это дилофозавр. Вы могли его видеть в парке юрского периода, но там его реконструкция очень отличается от реальности. Вот это, знаете, ожидание и реальность. Там ему пририсовали в парке юрского периода капюшон и очень сильно его уменьшили. Реальные дилофозавры, они были без капюшона, но у них был такой красивый гребень на морде. И они были больше, они были где-то там метров пять в длину. Но киношникам мы прощаем украшательство, все ради зрелищности. И мы видим, что у этого дилофозавра было, видите, целых восемь повреждений, причем они у него заживали в течение жизни. То есть он с кем-то подрался, но эти раны были не смертельные. А вот вам пример очень покалеченной тераподы. Это алазавр, большой ал, у него аж 19 прижизненных повреждений, тоже много в передней половине тела. И ученым удалось установить, реконструировать его тяжелый жизненный путь. Целая книжка есть и целая серия в прогулках с динозаврами посвящена этому большому аллу. В общем, он был очень покалеченный, видимо, дрался тоже с сородичами. И более того, удалось предположить, какая травма была последней у этого алазавра. Скорее всего, он погиб от заражения, которое затронуло лапу животного. Вот у него, представляете, это заражение настолько сильно у него поразила кость, что, скорее всего, он уже с такой лапой не мог охотиться, а для хищника это, конечно, смертный приговор. И его скелет был найден в отложениях русла реки, то есть, видимо, он пришел в это русло реки и потом его накрыло паводком. Очень рекомендую, посмотрите, очень трогательная серия про Большого Алла, и там в том числе показаны драки с сородичами. Это мы с вами говорили про хищников, которые, вроде как, нам интуитивно понятно, что с агрессивным поведением. Это растительноядные динозавры, это уже другая группа, птицетазовые динозавры, гадрозавры, или утконосые ящеры их еще называют, и вот у них тоже встречается большое количество повреждений, которые по палеогистологии установили, и ученые начали задумываться, почему же они растительноядные, с кем же он там так боролся. Это скелет тоже по строению костей определили, что это очень пожилой гадрозавр, крупный, и что же это может значить, когда такой крупный пожилой гадрозавр, очень побитый жизнью, что возможно, у них гадрозавры эти, они жили, это были социальные динозавры, они жили в стаде, а когда ты живешь в стаде, как доказать, что там ты самый лучший, что там ты вожак, самый какой-то крупный патриарх, видимо, у них тоже были какие-то кровопролитные побоища, и вот нам иллюстрируют эту идею очень красиво по научной статье художник, как гадрозавры дерутся. Еще одна группа динозавров, завроподы, это четырехлапые длинношей и динозавры, самые крупные, наземные, позвоночные, они могли достигать до 30 метров в длину от кончика морды до кончика хвоста. Гиганты, крупнее их, на суше не было никого и никогда. И они вообще были настолько огромные, что когда их описали, то рисовали их сначала в воде, потому что считалось, что такая огромная туша, она бы не смогла бы ходить по суше, их сначала рисовали очень тяжеловесными, огромными, но мы начали находить следовые дорожки и нашли следовые дорожки только от передних лап этих завропод. Это очень интересная история, потому что не на передних же ногах она ходила. Реконструировали находки вот этих следовых дорожек объяснение, почему там только передние лапы, что это завроподы, пересекающие водоем, и они были очень плавучие, поэтому у них задняя часть тела всплывала, когда они пересекали, ну допустим, там с одного берега реки перебирались на другой, и вот они так всплывали, делали, вот видите, компьютерные модельки, где они как поплавки, и передними лапами отталкивались от дна, и поэтому мы видим только отпечатки передних лап. И очень интересно то, что тело завропод, оно было внутри, изнутри наполнено такими воздушными мешками, и это одна из адаптаций к такому гигантскому размеру, потому что ты должен не перегреться, ты должен очень эффективно дышать, и ты должен быть легким, иначе тебе придется жить вот так, как рисовали в прошлом веке, в воде. И вот эти воздушные мешки, конечно, мы не находим, но мы находим их следы. По косвенным доказательствам мы можем сказать, что они были легкие по передним лапкам, по степени продавленности, когда мы находим следовые дорожки, вот тоже реконструируйте вес примерно, и плюс, когда мы смотрим на позвонки таких завропод, они все очень красивые, ажурные, это называются пневматизированные позвонки, и через вот эти вот дырочки, через вот эти отверстия в позвонках при жизни у животного выходили воздушные мешки. Ну, в принципе, ничего удивительного, такие воздушные мешки есть и у птиц современных, были они и у облегчить свой скелет. И появилась очень смелая идея, как, причем же здесь половой отбор, что эти воздушные мешки могли использоваться для брачных демонстраций. Это кадр из фильма «Доисторическая планета». Это документальный фильм, последний, очень рекомендую, если кто не смотрел, и там показано фантастическое зрелище, как завроподы самцы демонстрируют друг другу, вот они раздувают такие пупыри у себя на шее, то есть это мы не можем сказать 100% что так было, но у этой идеи есть как бы обоснование, что действительно воздушные мешки были, может быть, они использовали их как какие-то для брачных демонстраций. И есть даже идея, что такие длинные шеи возникли у них не для того, чтобы объедать растительность на верхушках деревьев, а для того, чтобы каких-то боев, но это тоже, это пока что на уровне гипотезы. Но вот такие впечатляющие украшения могли быть. Что касается общения динозавров, какие звуки они издавали, это реконструировать чрезвычайно сложно, потому что мы понимаем, что мягкие ткани не сохраняются в ископаемом виде. Иногда при очень определенном стечении обстоятельств бывает, что там мы находим отпечатки чего-то, вот здесь мы нашли гортань, ну это такая практически мумия динозавровая, но мумия понятно без органики, без всего это очень хорошая сохранность просто ископаемая, где сохранились элементы вот этой гортани. И сделали 3D-модель и тоже программированием компьютерным рассчитали, какие звуки мог издавать динозавр, имея такую гортань. И получился очень широкий диапазон звуков, то есть мы можем предположить, как общались динозавры, глядя на их ближайших родственников современных, их предков, крокодилов и птиц. И те, и другие общаются, но очень по-разному. Но строение аппарата у динозавров, у этого панцирного динозавра анкелозавра, оно нам говорит, что анкелозавры, хотя они не прямые предки птиц, при этом могли какие-то трели, какие-то очень красивые и разнообразные звуки издавать, которые могли использоваться в том числе и для брачной песни. Еще один интересный пример демонстрации, которые могли возникнуть в результате полового отбора, это дискуссионный вопрос, очень сложный. Рогатые динозавры, у которых есть такой костяной воротник, который вроде бы, если посмотреть на первый взгляд, для защиты похоже, чтобы за шею хищник не кусал. Но проблема в том, что эти костяные воротники были не такими уж прочными, и когда посмотрели тонкое строение костей в этом воротнике, то есть они были все пронизаны кровеносными сосудиками. И возможно, вот здесь видите, в верхнем правом углу картинка, это тоже рогатый динозавр, но который без рогов, цератопс, протоцератопс, и видите, ему нарисовали вот этот воротник ярко-красного цвета. Это тоже не просто так, видимо, из-за того, что у них они были пронизаны кровеносными сосудами, это могло выглядеть и при жизни вот так, как яркая какая-то такая структура. Плюс, у рогатых динозавров, у трецератопсов мы находим, ну и не только, очень большую изменчивость по рогам. И может быть, у самок были рога одной формы, а у самцов немножко другой. Но опять, пока мы не найдем самку с медулярной тканью и вот с такими точно рогами, у нас не будет железного вот как бы доказательства. Но идеи есть такие. Вот опять-таки в доисторической планете нам показывают самца, у которого на костяном воротнике есть такой вот красный узор, хорошо это, все подходит, кровеносные сосуды, и у которого огромные, самые-самые большие рога в стадии, и вот он там значит их всеми усмиряет. Ну, это тоже не без основания. Ну, в общем, смотрим, как это все будет развиваться, интересно. Вот вам еще одна загадка о том, как можно изучать брачное поведение динозавров и вообще поведение. У нас есть такой интересный раздел палеонтологии, который называется палеоихнология, изучение ископаемых следов. Бывает такое, что скелет не сохраняется, а сохраняются, например, следы, там динозавр прошлепал где-то по пляжику, либо там погрызы, либо какие-нибудь там следы сверления, где-нибудь, норки, в общем, очень разнообразные следы жизнедеятельности. Много таких и динозавровых, и следовых дорожек, вот как завроподы с передней лапой, а это нашли, значит, очень интересные, это следы задних лап крупной тераподы, ну, прямо вот здоровенной, до метров пяти в длину она могла быть, как она что-то рыла. Вот, прям вот следы больших когтей, внимание, вопрос, и причем там, видите, самое интересное, что вот прям их несколько, крупных таких вот, три штучки, три вот таких ямки, кто-то там чего-то порыл, и зачем? Яйца закапывать, такая идея была, да. Ну, какие-то экскременты, да, но мы не находим никаких следов рядом. Обычно, вот как в той книжке «Гнездовое поведение динозавров», гнезда динозавров мы хорошо знаем, как выглядят, но тут нету не скорлупы. Рядом нет. Рядом нет. Ну, этот вариант как раз, вот когда, допустим, собрали животных, когда самец, я помню, какой живот, вот он видит самку, начинает рыть либо рогами, либо, то есть, показывает свою силу, что у демонстрации. Вот, да, такая же идея пришла авторам, они, конечно, рассмотрели, то есть, может быть, это было гнездо, может быть, вот этот крупный динозавр, он рыл лапами, ну, мало ли кого-нибудь он откапывал там, но вроде мы не находим ни норок, ничего такого, может быть, он искал воду, ну, тоже сложно, почему-то он как-то рядом там все покопал, и авторы этого исследования выдвигают идеи, что это было брачное, поведение, что это аналог такого, знаете, как таковища, когда вот несколько самцов, они собираются в одном месте и устраивают демонстрации, и вот они там, такое вот, авторы этого исследования, красивую картинку нам показывают, как вот, видите, это три самца стоят, ну, видимо, какой-то танец показывают самке, в общем, брачную демонстрацию. Может быть, вполне, в общем, это сложно, но представляете, по каким крупинкам, палеонтологам, и как оригинально приходится мыслить, чтобы восстанавливать какое-то поведение. Ну и, конечно, нужно всегда держать в голове, что это допущение до какой-то степени. Чем больше мы это изучаем, чем больше будет деталек в этом пазле, дальше он будет более детальный. Посмотрим. Вот вам еще один интересный пример динозавров. У этих динозавров, у них обычно все над тирексами смеются, что у них очень маленькие лапки, у этих еще меньше лапки. Они такие вот совсем-совсем какие-то вот редуцированные, и коротенькие, но особенность этих лапок в том, что они очень подвижные, они вот прям как на шарнирах, и, видимо, при жизни они крутились, ну, вот, в общем, были вот такие вот совсем лапки. Опять-таки спрашиваются, зачем? Это крупный хищник. Для охоты, ну, вот такие лапки использовать, это сложно представить. И поэтому ученые предположили, что это нужно было для брачных ритуалов. Это вот все еще историческая планета, доисторическая планета, и они, видите, как красиво раскрасили этому самцу голубым цветом эти лапки, ну, для привлечения внимания самки. Вот он к ней подходит, ну, и какой-то вот такой вот брачный ритуал очень специфичный мог проводить. Почему нет? Они были очень подвижны, и, может быть, так и было. Самка стоит и смотрит, выбирает. Так что, может быть, такие были брачные особенности. Ну, и теперь мы переходим к самому интересному, что мы можем сказать про брачные украшения динозавров. Мы знаем то, что ближайшие родственники динозавров, это их потомки, прямые птицы. И у птиц вот уж где нету дефицита в украшениях. Многие динозавры тоже были пернатые. Каких только украшений не бывает, и мне вот очень нравится эта картинка, опять-таки, что яркое оперение делает тебя заметным для хищника. Ну, конечно, ну и для партнера тоже. Вот видите, птичка хвастается. А мы сейчас с вами посмотрим на пернатых динозавров, я вам покажу. В общем, и к чему вот эта вся пернатость, яркость и красота, это индикатор приспособленности. Есть такой принцип гандикапа, то, что вот такие обременительные признаки, как перья у павлина, там, я не знаю, перья райской птицы, громкая песня, они такие признаки может себе позволить только самец с очень хорошими генами, там, значит, очень здоровый, очень крепкий. И самки именно поэтому выбирают вот по хохолкам, по перьям и по каким-то, не знаю, пусть будет танцам красивым. Или, например, есть птицы, которые раздувают такие мешки. Казалось бы, зачем? Ну вот, когда это птицы раздувают мешки, она показывает, что они чистые, без всяких, без болячек, без паразитов. Это опять свидетельствует о том, что это хорошие гены. Так что это индикатор приспособленности, такая вот яркость и красота. И вот эти брачные украшения, которые возникают в результате полового отбора, они настолько прекрасны, что даже нам, нашему человеческому взгляду, другому виду, кажутся очень красивыми. Ну вот это вот лишь некоторые примеры украшений, но важно понимать, что не всегда, потому что в результате полового отбора могут вот такие признаки появляться, не такие эстетичные, как нам кажется, так что все очень-очень по-разному. Но это вот как раз-таки фотографии, это те самые морские слоны, которые устраивают побоище. У них вот самец с таким вот носом. Ну, собственно, откуда и название слоны. Или вот птичка тоже, вот видите, с таким смешным хохолком. Что касается древних птиц, есть ископаемые птицы из китайских сланцев. Там очень-очень большая выборка, и по такой большой выборке, где нам встречаются птички и с перьями на хвосте, и без перьев. Причем даже есть совместная находка, вот видите, в правом нижнем углу с длинными перьями и без таких перышек. И это описывается, как самки и самцы. Они различаются по размеру, у них немножко разные лапки. Вот в таких ситуациях пол определить нам проще, когда у нас много разных особей, и мы можем их сравнивать. И когда мы однажды уже определили, кто самка и самец, там уже мы без всякой медулярной косточки можем, медулярной ткани определить. Что касается пернатых динозавров. Мы сейчас с вами знаем, что очень многие были покрыты перьями. Это известно по находкам скелетов динозавров вместе с перьями. Ну, самый первый пример такого динозавра, это археоптерикс, который был известен еще во времена Дарвина. Сейчас из Китая многочисленные находки, вот именно прям вот целых, причем перья очень разные у динозавров. Они могли быть, ну вот как у птиц на крыльях, такие вот большие, ну вот сейчас я вам покажу, вот. от пушка до крупных перьев. Вот. И это все известно из лагерштеттов различных, хорошей сохранности. Нам, у нас есть даже целые скелеты динозавров с перьями. Перья, самое интересное, это что они возникали не только у динозавров. Оказалось, ну, видимо, что такая вот чешуя, ну, как бы ящеричная кожа, очень удачная основа для пера, потому что они в разное время появлялись в разных группах динозавров. Перо может служить для чего? Тепло, защита, камуфляж, полет, в конце концов, тоже немаловажный. И у динозавров он первее возник, чем у птиц. Так что перья очень многофункциональная структура, и в том числе для полового отбора. Это пример одного из пернатых динозавров, называется он анхернис. У него были перья и на передних, и на задних конечностях, хохолок. Самое интересное, то что у нас в 21 веке появилась методика реконструкции окраски динозавров прижизненной. Это, если посмотреть под сканирующим электронным микроскопом, хорошей сохранности вот таких скелетов с перьями, иногда в ископаемом виде сохраняются такие органеллы, которые называются меланосомы. Они у нас с вами есть, там, где хранится пигмент, ну, вот меланин или эомеланин, который отвечает за цвет наших волос, за цвет кожи. Вот этот меланин и меланосомы, они есть и у нас с вами, и у птиц, и у динозавров они тоже были. И оказывается, сохраняется этот пигмент, и если посмотреть под сканирующим микроскопом, как этот пигмент там уложен, сколько его там, можно реконструировать окраску. И вот вам пример прижизненной окраске динозавра, анхиорниса. Он был черно-белый, очень красивый, и у него был хохолок красный на голове, и на мордочке красненькие пятна. По этим скелетам мы не можем сказать, кто это был, самка или самец, но такая сложная окраска играла важную роль при коммуникации, то есть это, скорее всего, это было какое-то украшение. Мы не можем сказать у самок или у самцов, но вот такое украшение у них было, у этих анхиорнисов. Так что, видимо, так как птицы используют перья для брачных ритуалов, почему бы динозаврам их не использовать? Вот вам еще один интересный пример пернатого динозавра. Мы можем реконструировать не только цвет, но и свойства пера. У некоторых птиц перья переливаются. Это называется иризация. Ну вот вспомните то же самое перо павлина, которое переливается от зеленого к фиолетовому. Если на свету вот так поиграть. Здесь посмотрели тоже упаковку пигмента и сравнили с современными птицами и этого динозавра. И знаете, кому он был ближе всего? Он был ближе всего к калибрии. Есть калибрии такие вот прям ярко-ярко радужные, раскрашенные. И вот у этого динозавра, у него вот этот вот цвет калибри, ярко-ярко радужный, он был вот на воротнике и вот здесь вот немного на плечах. И такая краска совершенно точно играла какую-то роль вот при коммуникации. Опять мы, к сожалению, не можем сказать, самка это была или самец, но украшения есть. Факт есть факт. Вот вам еще один пример таких перьев, которые могли быть брачным украшением. Это мелкая терапотка, ну вот там размером, наверное, с вороны и с четырьмя длинными-длинными перьями из хвоста. Вот его реконструкция. И самое интересное, то что мы видим похожую адаптацию у современных райских птиц. У них, у самцов, такие длинные перья, и они очень красиво развиваются, когда самцы пролетают мимо самки. Возможно, ну то есть понятно, что с естественным отбором такие перья объяснить сложно. Может быть, они использовали их там для отпугивания хищников, когда они их распушали, чтобы казаться больше. Может быть, там вот, не знаю, чтобы лучше планировать. Но, возможно, это было и брачное украшение. И вот вам еще интересный пример динозавров с перьями, которые, кажется, не несут функциональной нагрузки. Этот вид динозавра, значит, гривистый властелин копий. И мне очень нравились в научно-популярных пабликах, когда нашли его, там было веселье, то, что нашли динозавра с гребнем. Ну вот, динозавр с гребнем. И у него вот здесь, где-то на плечах, четыре таких длинных пера вырастало. Интересно, кстати, что эта статья, она сейчас отозвана, потому что этот скелет динозавра был несогласованно вывезен из Бразилии немецкими учеными. Поэтому такие вот истории случаются в науке. Так вернемся к перьям. Авторы этого исследования, они пытались придумать, пытались объяснить, зачем же нужны этому гривистому властелину копий такие перья вот отсюда. Может быть, ну опять там пытались какое-то планирование писать, но опять как-то не очень функционально, не вяжется. И опять мы обращаемся к райским птицам, и мы видим что-то похожее, и у них тоже. Вот тоже какое-то вот украшение, ну прям один к одному. Так что, возможно, это были перья для брачных ритуалов. И теперь про пернатых, но не динозавров. В Мезозойской эре были разнообразные летающие ящеры, птирозавры. Это сестринская к динозаврам группа, нельзя их в одну кучу смешивать. И многие из них тоже были покрыты перьями. Вот вам динозавр из Казахстана, который называется в переводе с латыни нечисть волосатая. То есть этот птирозавр, он был весь покрыт такими вот, ну похожим на цыплячий пушок, тонкими перышками. Ну здесь мы никаких украшательств лишних не видим, а вот здесь видим. Это другой птирозавр с таким большим гребнем на голове. И настолько хорошей сохранностью находка, что сохранились отпечатки перьев. Причем, когда начали смотреть их под микроскопом, там перья, они различаются по структуре двух разных видов. И скорее всего, значит, они были разного цвета и немножечко разные. И поэтому нам такую красивую реконструкцию показывают. То есть, видимо, тоже это было нужно в качестве украшения у птирозавров. Как определить пол динозавра так же сложно, как с динозаврами, потому что это очень специфичная группа. Они вымерли и не оставили потомков. Нам их изучать очень сложно. И у них была такая структура у разных видов. Гребень. И этот гребень, он вызывает вопросы, для чего он был им нужен. Есть реконструкции, что он используется как руль, но тут сложно, потому что вот в этой книжке на обложке, кстати, очень хорошая книжка, рекомендую про птирозавров целая. Вот видите, там птирозавр, у которого на голове что-то вроде швабры, такой длинный-длинный гребень, но вот как бы он использовался для полета. В общем, аэродинамика таких птирозавров пока еще в процессе изучения. И у ученых появилась гипотеза, что эти гребни были, например, только у самцов. Ну, в некоторых группах. И поэтому мы можем видеть такие прекрасные реконструкции, где эти гребни ярко окрашены, которые используются как брачное украшение. А вот это удивительный случай, когда мы точно можем определить пол животного. Это птирозавр, это довольно массовая находка из Китая. Здесь много-много очень отпечатков этих скелетов птирозавров. И повезло палеонтологам, но не повезло вот этой самочке, она погибла во время того, когда она откладывала яйца. То есть когда мы находим птирозавра с яйцом, вот в таком виде находка, и она нам точно может сказать, что вот видите, там черной стрелочкой обозначено яйцо, что это 100% самка. И мы видим то, что самки у них были без хохолка, без вот этого гребня, а самцы с гребнем. Причем, вот смотрите, какой красивый, ему рисуют гребешок полосатый. И это тоже не просто так, потому что мы находим полосатые гребни птирозавров. Если посмотреть вот на эту находку, это скелет птирозавров в ультрафиолете. И причем эти гребни не всегда были костяные. Они иногда были из более мягких тканей, из хрящей, и возможно тоже использовались в качестве какого-то украшения. И видите, он еще с перьями разноцветным, с таким пушком цыплячьим. Что же мы еще с вами о динозаврах? Давайте посмотрим, кто у нас еще в летописи встречается. Это чертовы пальцы, или белемниты, которых называют в простонародье чертовы пальцы. Вы тоже могли таких находить, особенно если вы в Москве, где-нибудь гуляли в парке Коломенском, в парке Фили, их часто вымывают по берегам рек. Это скелет морского головоногого моллюска, родственника современных осьминогов, кальмаров. Только современные головоногие от скелета отказались, а в мезозое скелет был очень у многих. И это, то есть вот эта часть, это внутренняя часть, внутренняя раковина. Здесь сверху, представьте себе, это что-то внутри, а сверху, значит, такое вот тело, похоже, ну, в общем, животное, похоже на кальмара, и вот тут вот щупальца. Но чаще всего мы находим в таком разрозненном виде вот эти белемниты, просто там горстками или обломками, но иногда белемниты встречаются в отпечатках породы вместе с мягким телом. И мы знаем то, что их щупальца были украшены такими вот крючками многочисленными, черненькими, ну, вот на фотографии, видите, такие мелкие-мелкие точечки, и тут ничего удивительного. Головоногие моллюски, они хищники. Смотрели пиратов Карибского моря? Помните там Кракена, вымышленного персонажа, который громил корабль, и вот там очень хорошо показаны щупальцы, которые тоже вот с крюками. Это не просто так, у них опасные щупальцы. И у этих белемнитов мы находим некоторых, у некоторых мега-крюки. Вот они, видите, два таких черных, гигантских, и эти мега-крюки есть не у всех. Возможно, ну, конечно, они служили там для охоты, и, по всей видимости, они могли служить для того, чтобы белемнит хватал самку. Вот. Причем такие хватательные приспособления, они есть в разных группах современных и членостоногих, и всяких разных беспозвоночных, так что иногда любовь в Мезозойском море была вот такой вот кровожадной. А это пример еще одних знаменитых беспозвоночных, это уже Палеозойская эра, это трилобиты. Я вот вам принесла, потом можно будет подойти посмотреть. Их очень любят палеонтологи, потому что их было много разных, и у них был очень прочный панцирь. Он хорошо сохраняется в ископаемом виде. Они тоже были, значит, эти трилобиты были от вот такого размера до сантиметров семидесяти здоровяки, и в Палеозойских морях они были, в общем, королями. И так как их очень много, палеонтологи их называют руководящие ископаемые, так что же касается брачного поведения трилобитов. С определением пола тут еще сложнее. Мы далеко-далеко не всегда можем определить, какой трилобит самка, какой самец, но есть очень интересные находки трилобитов, там тоже много разных, и встречаются те трилобиты, у которых мускулистые ножки на определенном уровне тела и есть с мускулистыми ножками трилобита, а есть просто вот с ровными ножками все. И ученые предположили, что вот эти вот мускулистые ножки, они служили для того, чтобы трилобит хватал самочку. Вот. И здесь вот такая реконструкция, как вот эти вот сверху только ножки, только конечности, как вот эти мускулистые лапки помогали бы удерживать самцу трилобита, самку. А есть очень интересные трилобиты с таким, знаете, оригинальным выростом, с трезубцем. Функционал этого трезубца не совсем ясен, потому что, ну, были идеи, что он этим трезубцем как-то вот перед собой ворошил осадок, чтобы там как-то питаться, но мы видим очень большую внутривидовую изменчивость у этих трезубцев. То есть, видите, есть длинные, короткие, и встречаются трезубцы трилобитов с такими вот уродствами, такие кривенькие. Если бы им этот признак был так важен для питания, для выживания, то вот эти вот кривенькие, они бы отсеивались отбором. Но тут они почему-то не отсеивались, и ученые выдвинули гипотезу, что им этот трезубец был нужен для турниров. И поэтому они рисовали, вот это совсем недавно вышла публикация, нарисовали вот такой бой трилобитов, где один трилобит другого, так вот этим трезубцем поддевает и как на лопатке переворачивает. Очень похожие, значит, очень похожие приспособления есть у современных жуков-носорогов. Ну, у них вообще самые разные рога. И есть вот, видите, тоже вот с такой вот лопаточкой. Эта лопаточка как раз-таки служит для этих функций, для того, чтобы поддеть и перевернуть. Я пыталась найти бой вот этих разных жуков, вот этих носорогов-жуков, но нашла только разных видов. Ну, спасибо людям, что снимают. Вот смотрите, как это используется. Вот видите, слева это с этим, с лопаткой. Хоп! Вот, то есть очень эффективное оружие, чтобы обезвредить соперника. Только, ну, тут разные виды. Здесь, видите, один с двумя рогами, а один, все, лопатка, короче, это служит свою роль. Возможно, также и трилобиты под водой в Палеозойских морях выясняли отношения. И последнее, про что я вам сегодня расскажу, кто встречается в ископаемой летописи, это маленькие рачки, называются они астрокоды. Ну, чтобы вы все разнообразие ископаемых оценили, что палеонтология не только одними динозаврами живет, а астрокоды живы и сейчас. Иногда они заводятся в аквариумах, и, в общем, палеонтологам они хорошо известны, потому что у них есть двустворчатая раковинка. И вот эта двустворчатая раковинка, она идеально сохраняется в ископаемом виде. Ну, то есть представьте себе, что этот рак размером с амебу, вот такой вот он, но при этом у него есть глазки, у него есть ножки, в общем, это ракообразное. И они тоже бывают разного пола, и особи разных полов могут настолько сильно отличаться, что вот, например, у этого вида астрокод, у них самки без глаз, а самцы с глазами. И почему? А самкам что, не надо видеть? Наоборот, лучше не видеть. А кому-то видеть, он ее найдет, и все, ей ничего делать-то не надо, сиди, дожди. Ну, а питаться кто? Ее же не будет самец кормить? Ну, видите, сколько вариантов. Тут, на самом деле, это очень хитрый способ сгладить внутривидовую конкуренцию, потому что у них, получается, самочки и самцы ведут немножечко разный образ жизни. И у некоторых видов встречается даже такое, что вот у них вот этот рачок, он с плавательными такими вот, у него щетинки через раковинку выходят, и вот эти щетинки, они помогают ему плавать и держаться на воде. И после спаривания самец самец обламывает щетинки самки, ну, возможно, не прям специально обламывает, а просто в процессе они обламываются. И самец остается плавать с этими щетинками в планктоне, а самочка с обломанными щетинками, ей плавать уже становится не так удобно, и она приходит, приводит, переходит к более такому, ну, это называется бентностный образ жизни, бегает по дну. Так что, вот такой оригинальный способ, и это позволяет разгрузить внутривидовую конкуренцию. Есть очень интересные острокоды, у которых у самцов лапки отличаются, у них тоже есть мускулистые ножки, как вот у тех трилобитов, у самок ножки ровные, они используют их для того, чтобы бегать по субстрату, а у самцов вот эта мускулистая лапка, она нужна, что когда он хватает самку, он крутит раковинку несколько раз вокруг, ну, то есть это такой вот брачный ритуал, некий брачный танец. Есть некоторые острокоды, у которых гигантские половые клетки, про это еще чуть позже мы с вами поговорим. И самое интересное, то, что вот этот признак, мускулистая ножка у самца, он, когда смотрели видеозаписи, видели, что такие самцы с этими ножками, они чаще падают, они заваливаются на бок, они больше попадают под пресс хищников, в общем, они такие менее устойчивые. И, как правило, половой отбор и естественный отбор, равновесие. Но вот в случае с этими самцами у нас получается для полового отбора признак выгоден один, вот эти ножки мускулистые, а для естественного отбора нарушается равновесие. И такое иногда бывает, когда половой отбор может довести иногда даже до вымирания. А вот вам еще один интересный пример такого врачка острокоды, у которых есть брачный танец, они отталкиваются от субстрата, и самцы подпрыгивают, ну и как бы пляшут вокруг самки, привлекают ее внимание. Более того, эти рачки, так сейчас, они, сейчас чуть попозже, мы к ним еще вернемся. Определить пол у острокод мы иногда можем, потому, если находим раковинку самки с яйцами, то есть, если мы находим раковинку с яйцами, это 100% самка. И у нас есть такие находки, и это самое древнее свидетельство заботы о потомстве, между прочим. То есть, мал рак да удал. А внизу фотография современных острокод, которые тоже самки яйца носят с собой до тех пор, пока из них не вылупятся на свет уже маленькие их дети, маленькие острокодки. Есть еще очень интересный способ размножения, который называется партеногенез, когда в популяции только одни самки, которые производят на свет самок. Такие партеногенетические популяции есть у некоторых ящериц, есть такие интересные беспозвоночные каловратки, тоже партеногенетические. Есть острокоды, значит, у нас раковинки самок и самцов отличаются, поэтому мы иногда можем определить пол именно по раковинке, по выростам, по размерам. И вот здесь есть группа острокод, которых по раковинке мы можем определить, что, скорее всего, это все самки. И вот вы представьте, то, что этот вид, ну, эта группа потенциально могла без самцов существовать 100 миллионов лет. То есть, нам обычно говорят про каловрадок, что это такая самая древняя группа, которая партеногенезом размножается, но, возможно, острокоды в этом плане их переиграли. и вот еще очень интересный пример. Это как раз тот рачок, который прыгает в аргула, называется. Более того, многие из них умеют светиться. Ну, здесь ничего удивительного, биолюминесценция, она распространена в животном мире, не только острокоды умеют светиться. И мне очень понравилось описание, то, что вот эти острокоды, это что-то среднее между космическим кораблем и крабом, то есть настолько... И опять, помните, это размер с песчинку, и такая вот сложность и красота там умещается. И вот эта биолюминесценция, она им нужна не просто так. Острокоды ее могут использовать для защиты, ну, вот как здесь, например, на картинке, видите, рыба ее выплевывает, и для коммуникации друг с другом. Мы знаем, то, что есть, ну, вот они таким красивым голубым свечением видите, там показаны, этих острокод еще называют морские светлячки. Во времена Второй мировой войны японские моряки этих острокод набирали, трясли и использовали, ну, вот как фонарики экологически чистые. И эти острокоды в Карибском море изучаются разные виды острокод, и представьте себе, что разный вид по-разному светится, то есть какой-то вид замирает в воде и спускает вспышки с определенной, не знаю, там секундами. Какой-то вид плавает по спирали, другой вид плывет под углом. В общем, изучили вот эти брачные танцы, ну, это вот вам просто примеры. Вот видите, там висят цепочки самцов, которые испускают этот светящийся белок, а самочка сидит и смотрит. Для самки очень важно, для них это архив важно для выживания, чтобы самца своего вида найти. Потому что эти рачки очень маленькие, как бы мыслительная деятельность у них не так сильно развита, но вот эти танцы им важно отличать. У других самцов, вот видите, они плывут под углом, спуская свет. И вот схематично изобразили тоже разные виды вот этих брачных танцев. Так что если вы где-нибудь в морях увидите красивое синее свечение, вспомните, что это может быть брачный сезон у рачков острокод. И рачки острокода известны из янтаря. Это бермид, янтарь, которому дали собственное название, меловой, возрастом примерно 100 миллионов лет. Это вот, ну, понятно, это под большим увеличением. И ученые выдвинули гипотезу, то, что вот эти острокоды это родственники тех острокод, которые современные светятся. И поэтому они предположили, что биолюминесценция могла быть уже у них и использоваться как брачные ритуалы. И вот здесь очень красивая реконструкция. Вот видите, там сверху сидит пернатый динозаврик. И он там нарисован не просто так. Здесь все, вот эта хвойная веточка истекает смолой, смола капает вниз светящихся острокод, а сверху сидит динозавр. Причем из этого бермидта известны находки фрагментов динозавров, например, этот хвостик динозавров с перьями. Вот поэтому здесь его нарисовали. Так что вполне возможно динозавры сидели на берегу и любовались брачными красивыми танцами острокод. Почему нет? у некоторых острокод есть гигантские половые клетки, то есть сам рачок очень маленький, один миллиметр в длину, а у самцов половая клетка один сантиметр в длину. Это сложная система, там хвостик вокруг раковинки обвивается, то есть большая часть размера приходится на хвостик. И вот из этого бермидта мы находим такие гигантские половые клетки. Нам повезло, потому что нашлась самка, которая погибла, попала в янтарь, влипла только-только после оплодотворения. И у нее половые пути были забиты вот этим длинным свернутым хвостиком. То есть казалось бы такой нелогичный признак, гигантские половые клетки с таким здоровенным хвостиком, который там еле помещается в раковинке и который нужно выпихивать наружу с огромным трудом используя специальный орган, острокод возник не просто так. Потому что здесь у нас самец, когда спаривается с самкой, этот хвостик он закупоривает. И никто в общем другой после него уже не сможет спариться. Это такая специальная адаптация. Ну это тоже повеселились новостные всякие ночно-популярные сайты. Действительно, гигантизм половых клеток он встречается не только у острокод, у некоторых микронасекомых он тоже есть. И это результат такой вот гонки вооружений между самцами, между половыми клетками самцов. Это вот я могу порекомендовать книжку, у нас нет времени на этом останавливаться, про различные такие вот половое поведение животных. И еще один интересный пример, что самцам приходится чем-то жертвовать. в биологии это называется принцип трейд-офф, потому что ресурсы у организмов ограничены и нельзя, например, одновременно быть кактусом и салатом. То есть ты либо вкладываешься в защитные структуры, либо ты быстро растешь, но тебя все едят. Или, например, нельзя одновременно обладать огромным панцирем для защиты и длинными лапами, чтобы бегать. То есть либо-либо тебе нужно перераспределять ресурсы, чем-то жертвовать. И такой принцип трейд-офф встречается у астрокод. Есть астрокоды, у которых как раз-таки у самцов гигантские половые клетки, а если посмотреть на раковинку самцов, то в этой раковинке сохраняются детские признаки. У них там есть специальная такая структура, называется замок раковины, которая позволяет створки очень плотно смыкать. И у самцов вот этот замочек раковинки, он состоит из зубчиков, из ямочек, он немножечко как бы недоразвитый, немножечко детский облик имеет. И это как раз-таки у астрокод, у современных, у кайнозойских, такое описывается, у разных видов, сохраняются детские признаки, потому что очень велик вклад в репродуктивную систему, и вот они чем могут жертвовать как бы безболезненно для отбора, тем они жертвуют. Вот этим замочком, у каких-то самцов раковинка становится более гладкая, там скульптура исчезает, так что бывает такое. И на мезозойских астрокодах тоже такое описано. И если половой деморфизм очень ярко выражен, особенно если самцы вкладывают много ресурсов вот в эти адаптации, то это может довести даже до вымирания вид. Значит, это было тоже исследование на астрокодах, и там самцы, которые были сильно крупнее самок, они чаще исчезали из палеонтологической летописи, то есть чаще вымирали. И такой громкий заголовок, что половой отбор может довести до вымирания, действительно может. И обычно, когда мы говорим про половой отбор и вымирание, первое, что приходит в голову, это большерогие олени, мегалоцеросы. Они были крупнее, чем современные олени, и у них были здоровенные ветвистые рога, причем, что люди с этими большерогими оленями встречались, это вот золотая фигурка скифов, причем мы можем определить, что это мегалоцерос именно по характеру ветвления вот этих рогов, там даже, вот видите, совпадает количество. И эти мегалоцеросы вымерли, потому что когда поменялся климат, им стала, то есть поменялась экосистема, а самки так и продолжали выбирать большерогих оленей, у которых самцы очень много вкладывали в эти рога, а я напомню, что эти рога нужно сбрасывать и каждый год отращивать заново, то есть это такой очень дорогостоящий по ресурсам, который вкладывает самец, признак. И эти олени не успели за счет своей вот этой вот тяжеловесности и большого вклада вот в эту адаптацию, не успели как бы приспособиться и вымерли. И скелет такого мегалоцероса вы можете увидеть у нас в Парионтологическом музее в Москве. Так что вот эти гигантские половые клетки у самцов, у острокот, большие рога у оленей мегалоцеросов, это все может впоследствии привести к вымиранию. Но здесь в целом ничего удивительного, потому что когда у тебя такие специфичные адаптации, виды специалисты, они вымирают чаще, потому что вкладывают ресурсы вот в это во все. И подведем итог. Мы сегодня с вами очень много говорили и про современных животных, и про вымерших животных, но с точки зрения палеонтологии мы видим то, что очень-очень сложно изучать половой отбор, потому что мы не всегда можем определить пол, мы не всегда можем определить функцию структуры, потому что какие-то ветви организмов не оставили потомков. Плюс ископаемая летопись неполна, но при этом даже по тем крупинкам, которые мы можем достать, мы можем описать какое-то просто невообразимое разнообразие адаптации, которые возникли в результате полового отбора, начиная от трезубцев, трилобитов и заканчивая красивыми костяными воротниками рогатых динозавров. И палеонтология позволяет нам расширить кругозор, посмотреть на всю вот эту красоту и разнообразие и изучить эволюцию полового деморфизма, то есть не только то, какой он сейчас есть, но и то, каким он был в прошлом. И напоследок я вам хочу порекомендовать литературу для тех, кто интересуется палеонтологией и динозаврами. Это разнообразные книжки Антона Нелихова. Последняя вышла «Динозавры России» очень интересная. И вот эти большие издания «Древние чудовища России» и так далее, они с очень красивыми иллюстрациями. Прямо очень рекомендую, вы получите огромное удовольствие, прочитав их. И вот здесь жили динозавры, тоже очень классные. Так что всем любителям это must read. Это русскоязычные книжки очень хорошие, а это переводные, изданные, кстати, и в Альпине нонфикшн в том числе. Значит, тоже очень хорошая литература. И на этом я надеюсь, что динозавры вас будут завлекать не только сегодня на лекции, но и вообще вы будете ими интересоваться, и палеонтологией вообще. И напоследок вот тут ссылка на паблик нашей кафедры, там есть всякие анонсы, в общем, жизнь кафедры, лекции и все прочее. И если кому интересно, тут вот есть ссылка на мой YouTube-канал, где есть какое-то количество выступлений тоже. Там такой архив, и там много про динозавров и про эволюцию. Всем спасибо большое. На этом все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ